Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы с вами подходим в этой главе Ницавим к этапу, который называется Роша Шана, Новый год. Мы прожили еще один полный цикл времени, состоящий из 12 месяцев, и подошли к Роша Шана, начало нового еврейского года. Ну, я уже говорил, что еврейский он называется очень относительно, потому что он мировой. Он отсчитывается от создания человека, этот календарь. Поэтому все мы происходим от одного человека Адама, вот от него и отсчитывается этот календарь. В нашей традиции весь месяц Элул, в котором мы находимся, предшествующий Роша Шана, и сами дни этого праздника Роша Шана отмечаются, кстати, он два дня, кто не знает, это период самоанализа, подведения итогов за уходящий год, раздумья о будущем. Мы должны оглянуться назад, пытаясь оценить сделанное и прожитое за год. Мы должны наметить планы на следующий год, что он был более счастливым, более удачным. Мы должны подумать о своей жизни. Сказано, что жизнь это громадный супермаркет. И можно брать все, можно делать что хочешь, можно не обращать внимания ни на что. Делай, как бы гуляй. У тебя есть вот тачка, ты в ней все захватываешь, берешь. Но в конце, когда ты подходишь, надо помнить, что в конце вот этого супермаркета есть касса. На этой кассе все абсолютно будет пробито. Поэтому надо соотносить то, что ты берешь в жизни, то, что ты делаешь в жизни, с тем, что придется заплатить и отвечать. Что такое расшешена? Это суд над всем абсолютно. Судится все. Страны, люди, целые. Это коррекция всемирного плана. То есть у Бога есть передняя точка, с которой началась первая точка. И завершающая. Вот когда человечество отклоняется, все это оценивается на громадном всемирном компьютере. И происходит коррекция плана для того, чтобы прийти к той точке. Кому-то для этого надо будет разбогатеть, кому-то наоборот. Кому-то надо быть здоровым, кому-то больным. И вот все это происходит именно в этот день. Обратите внимание, что говоря о человеке, Тора использует слово создание, формирование с двумя буквами «Ют». А когда речь идет о животных, то это же самое слово пишется с одной буквой «Ют». И объясняли наши мудрецы, что человек это как два создания. Для этого мира и для грядущего мира. То есть человек, созданный для этого мира, но в нем уже заложено что-то такое, чтобы мы могли жить в жизни грядущей. И кормить надо не только то, что у тебя здесь, а то, что еще для там. Написано в книге «Заар», что тело, в которое не проникает свет души, встряхивает. Другими словами, когда начинает побеждать чрезмерная материальность, тело встряхивает. Потому что цель жизни не совсем материальность. То есть у нас возникают разные проблемы, сложности, всякие там какие-то неприятности. Потому что нас встряхивают. Не проще ли проснуться самому, чем ждать, пока нас встряхнут? Не проще ли самому попытаться внести изменения в свою жизнь, вместо того, чтобы ждать, когда нас в лучшем случае встряхнут? Все время говорят, что расширена, это надо подойти к расширену с тшувой, с раскаянием. Что такое тшува вообще? Мы много раз говорили об этом, давайте определим, как говорят это мудрецы. Основа тшува очень простая. Отвернулся? Повернись. Что еще? Удалился? Приблизься. Отошел? Вернись. Сбунтовался против этого? Примит, как говорят, ярмония. В чем? Да в том, во всем, что сказано. Делай то, что сказано, а не то, что тебе хочется. В удачах, неудачах, во всем. У тебя есть инструкция. Тебе сверху сказано, что хорошо, что плохо. Вот по этому параметрам и надо жить. В ту минуту, когда примешь на себя уже исполнение, ты уже раскаялся во всех прошлых ошибках. Ты уже исправил корень и основу. И ты можешь предстать перед Творцом, вот в этот день расширена уже как верный солдат, который готов исполнить приказ. Да, еще не исполнил, но уже готовый. Еще несколько дней нас призовут на суд. У нас есть несколько дней, чтобы поменяться, покориться, если хотите. Изменить все. Если так сделаем, будьте уверены, что получите хорошую запись в книге жизни. Еще одна вещь. Говорил Ружинский Рэбе очень важную вещь. Почему написано, вернись не к Богу написано, а вернись до Бога? Потому что возвращаться, говорил он, к Творцу, надо до конца. Они на половине, на середине останавливались. И вот тогда ты приходишь к правильному результату. И вот тогда в Рошашана ты получаешь хороший приговор на следующий год. Брахавы от Слаха всего самого лучшего.